Добро пожаловать на нашу следующую панельную дискуссию. Нас сопровождает в этой дискуссии Корнелиус Охман, Беларусь и ее соседи. Это наша тема теперь. Всем добрый день. Рад приветствовать всех участников. И мы приветствуем всех, кто заинтересован в событиях в данном регионе. Я хочу приветствовать накладчиков и участников панельной дискуссии, которая посвящена вопросам перспективы дальнейшего сотрудничества. Я надеюсь, у вас была возможность послушать успешительное слово господин Тихановской, профессора Шнайдера, профессора Беларусь и Польши. И я рад, что у нас собралась интересная группа экспертов из соседних государств, государств, граничившихся, Республики Беларусь. И слово сейчас предоставляется господину Мартину Пшидычу, государственному секретарю Министерства иностранных дел Республики Польши. Господин Пшидыч, вам слово. Добрый день. Благодарю вас. Это большая честь, а также большая ответственность выступать перед всеми вами на столь важном мероприятии, в такой важный момент. И момент важен, поскольку я поистине считаю, что это тот момент в истории, который мы все запомним. И поэтому отлично сейчас иметь возможность пообщаться в рамках Минского форума, который проходит в онлайн-формате. отрадно пообщаться с столь важными людьми. И большое спасибо за ваше время и за данную возможность обратиться к вам. В этой части Европы, в Центральной и Восточной Европе, мы хорошо осознаем важность и цену добрососедских отношений. И все страны в регионе, будь то Польша, Беларусь, Германия, Литва, Российская Федерация, все мы имеем общую историю, конечно же, которая полна сложностей. И Польша и Беларусь, конечно же, тесно связаны между собой. И в этой связи Польша получила суверенитет в 1989 году. И мы начали строить конструктивные взаимоотношения со всеми нашими соседями. Конечно же, на приоритетной основе. Это был основной приоритет нашей внешней политики. И это тот принцип, которым мы руководствуемся на протяжении последних 30 лет. Более того, в рамках наших взаимоотношений с восточными партнерами в Беларуси, например, среди них мы руководствуемся теми же самыми принципами. И в последнее время в истории Беларуси и в истории Польши характеризуются различной замикой. Польша сделала ряд стратегических решений, которые ускорили процесс вступления в ЕС. В то же время Беларусь приняла решение о том, чтобы пойти собственным путем. И Беларусь взяла восточный вектор во внешней политике. Конечно же, страна избрала других стратегических союзников. И это сотрудничество никогда не было простым. Давайте трезво смотреть на вещи. В 2010 году у нас отношения были заморожены в связи с многочисленными нарушениями прав человека в Республике Беларусь. Но есть один элемент, который оставался неизменным, если посмотреть на заявления Польши и на наши действия, речь идёт о однозначной и несомненной поддержке независимости и суверенитета Республики Беларусь. И я склонен верить, что это одна из основных причин, по которой наши взаимоотношения стали более конструктивными в годы, решествовавшие последним выборам. И мы активно сотрудничали с партнёрами, будучи нацеленными на укрепление нашего партнёра, нашего соседа. Мы пошагово развивали договорные двусторонние отношения с Беларусью, которая является нашим партнёром. Мы наладили контакты с министерствами, а также с основными учреждениями с целью защиты наших интересов, а также с целью создания сети, позволяющей поддерживать взаимоотношения между нашими обществами. Благодаря этому взаимодействию, а также благодаря участию Германии, в том числе, которая проводит данные мероприятия, было принято решение о том, чтобы дать ещё один шанс этим взаимоотношениям в 2016 году. И с тех пор мы многое вложили, я бы сказал, в взаимоотношения с Республикой Беларусь. И мы наращивали политический капитал в этих отношениях. И мы налаживали мосты, наводили мосты с директивными органами, общественными организациями, компаниями, поскольку мы верим в то, что это наилучший путь для страны и для общества, который вывел бы страну на модернизацию экономики, развитие и, в конечном итоге, демократию. И это основной фактор развития взаимоотношений со всеми европейскими демократическими государствами. Мы все заинтересованы в стабильных, сильных с экономической точки зрения соседей, поскольку это обусловлено лишь одной причиной. Это повышает безопасность нашей страны и повышает благосостояние нашего населения, нашего общества. И именно этим мы руководствуемся в наших добрососедских отношениях в Европе. И мы все еще считаем, что мы сможем восстановить наши отношения. И при этом мы будем опираться на положительные достижения в развитии отношений с Республикой Беларусь. Но, несомненно, для этого необходимы определенные усилия. И благодаря составу этой панельной дискуссии мы смогли рассмотреть и сможем рассмотреть то, что необходимо сделать здесь, в Варшаве, с одной стороны, поскольку нам необходимо продвигаться и налаживать этот внутрибелорусский диалог. И это не какое-либо предварительное условие. Это неотъемлемый элемент любого возможного решения. Каким бы ни было будущее Республики Беларусь, будущее этой страны, строить ее гражданам, людям на улицах, тем, кто находится в изгнании, тем, кто хочет сохранить Беларусь в той форме, в которой она существует на сегодняшний день. И вмешательство внешних сторон недопустимо. Мы не думаем, что Беларуси нужен какой-то большой сосед или большой брат, который будет диктовать этой стране, что же делать, а оказывать какое-то военное или финансовое влияние. И у нас есть Россия, которая может координировать данный процесс на беспрестрастной основе. Когда и если Минск будет готов сесть за стол переговоров. И я говорю это как представитель страны, которая войдет в тройку ОБСЕ в январе. И поэтому лучший способ обеспечить широкое участие гражданского общества и, конечно же, проведения свободных и честных выборов. Белорусские власти должны прекратить репрессии. Чем быстрее не освободят политических заключенных, тем проще будет процесс. И тем быстрее все мы вернемся к сотрудничеству, ориентированному на процветание. Мы не имеем каких-либо условий в отношении того, кто должен выиграть выборы. Решать только белорусам. И мы поддерживаем ваш суверенитет и лишь призываем вас услышать голос народа. Именно с таким сигналом я хочу обратиться к нынешним белорусским властям в Минске. Поскольку стабильность и процветание Беларуси остается целью, которую преследуют соседи этой страны, в том числе ЕС. И наш опыт отределил подход, который мы используем. Мы не можем оставаться безучастными перед лицом несправедливости, насилия, а также вреда, которые наносятся населению. Поэтому мы незамедлительно начали оказывать поддержку белорусскому населению, гражданскому обществу, неправительственным организациям, частным компаниям в рамках урегулирования этого кризиса. Именно поэтому ЕС принял решение о введении санкций в отношении геновных в нарушении прав человека. И вместе с тем важно отметить, что наша польская инициатива, которая поддержана другими центральноевропейскими странами, подразумевает разработку экономической платформы и экономического плана для развития Беларуси будущего, это очень сигнал, который мы хотим озвучить. Европа непосредственно заинтересована в том, чтобы Беларусь развивалась. Европа хочет проявлять конструктивный подход, и данный план наделит ЕС рядом инструментов и также обеспечивает средства для того, чтобы помочь демократической Беларуси провести необходимый процесс, процесс переходный. И мы готовы к сотрудничеству в рамках программы «Восточного партнерства». Мы все знаем, что данная часть сотрудничества является крайне важной. Необходимо сделать акцент на гражданском обществе, на различных инициативах и уделить внимание инициативам населения. Даже в это непростое время мы верим в важность многосторонних взаимоотношений и сотрудничества на рабочем уровне. И последнее, что я хотел бы отметить, но не менее важное, это одно из серьезнейших достижений нашего сотрудничества в последние годы. В частности, речь идет о мобильности населения. Я говорю не только о соглашении об обращении процедур выдачи виз, а речь идет также и о пересечении границ населением с обеих сторон. В Беларуси крайне мобильное население. И более того, Беларусь является все более открытой для других стран и облегчает процедуры перемещения туристов. Варшава готова продолжать развитие этих добрососедских отношений. И недавно Минск принял решение резко ограничить имеющиеся альтернативы через решение о сокращении нашего штата дипломатов на территории Беларуси на 70%. И обеспечение возможности свободного посещения гражданам Беларуси нашей страны — это, конечно, самый простой способ обеспечивающегося взаимное доверие и понимание. Мы надеемся на то, что когда кульдемия закончится, будет это под контроль, наши посольства уже будут работать на полную мощность. И, конечно же, это послужило бы крайне положительным сигналом со стороны Минска. Итак, вкратце я хотел бы подытожить сказанное мной. Я знаю, что я занимаю уже слишком много времени. Сегодня я хочу четко отметить о том, что Беларусь никогда не будет прежней. Демократические преобразования уже укоренились в белорусской земле. И мы наблюдаем развитие белорусского самосознания. Рано или поздно Беларусь будет свободна. И в данный момент, конечно же, климата не слишком благоприятен для сотрудничества с белорусскими властями. Но мы не хотим отказываться от этого. Мы не хотим отказываться от этой идеи. Мы заинтересованы в плодотворном, тесном сотрудничестве с Республикой Беларусь. И мы будем держать, скажем так, пальцы крестиками за белорусов, за их успешность, их борьбы, за демократическое и лучшее будущее. Наше сотрудничество будет положительным и конструктивным. Я говорю также от лица государств-членов ЕС. Я говорю также от лица соседнего с Беларусью государства. Для меня крайне интересно узнать мнение других членов дискуссии. Поэтому, пожалуй, на этом я заканчиваю и передаю слово нашим коллегам. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, господин Шидач, за это вступительное выступление. У нас есть пять человек в рамках этой панели. Начнем с госпожи Шишельгита из Бильнюса. И затем несколько человек из Бинска. Господин Шадурский. Господин Избилерт из Бирлины. Будет выступать дальше. И затем, в конечном итоге, выступит Назард Арбатова из Москвы и Анна-Мария Дейнер из Варшавы. Итак, госпожа Шидач, спасибо вам. Большое спасибо организаторам за то, что дали мне возможность выступить по такой интересной и актуальной теме. И когда я думала о том, какой же будет мой вклад из Варшавы в это обсуждение, я думала о том, каким образом я вижу будущее отношения между Литвой и Белоруссией. И у меня в голове было два сценария. Первый сценарий не очень оптимистичный, но он связан с тем, что я вижу сейчас. И сейчас я вижу усталость. Я вижу большое количество давления в Беларуси. Я вижу будущие конституционные поправки. И потенциально эти поправки, они приведут к власти новых людей. И не факт, что эти новые люди будут действительно тем, что принесет перемены в Беларуси, изменит ситуацию для Беларуси. То это просто могут быть те люди, которые будут для России более удобны, чем Лукашенко. Второй сценарий более яркий. И в рамках этого сценария мы видим демократизацию. По крайней мере, два первых шага к демократизации в Беларуси. И в рамках первого сценария я не вижу большого потенциала для сотрудничества. Возможно, сотрудничество между Литвой и Беларусью продолжится примерно в том же ключе. То есть мы просто продолжим поддерживать оппозицию. Литва продолжит поддерживать гражданское общество, различные протесты. Будут приглашать студентов в Литву, приглашать бизнесменов, айтишников, также поднимать уровень осведомленности на европейском уровне о том, что происходит в Беларуси. Второй более оптимистический сценарий. В рамках него я вижу гораздо больше возможных путей для сотрудничества, включая наращивание экономических отношений. И IT-сектор — один из очень важных в этом плане секторов. У нас есть большой опыт в области трансформационных реформ, и мы можем очень много порекомендовать и внести очень большой вклад в помощь белорусскому обществу в переходе от государственной экономики к рыночной экономике. Мы можем помочь им построить конституцию. Плюс ко всему, Литва может быть очень хорошим сторонником Беларуси на европейском уровне. У нас есть пример использования подобных мер, использования мягкой силы в рамках работы со странами постсоветского блока, скажем точно так же, как это происходило в Украине или в Грузии. Мы можем сделать это в Беларуси. В течение недавних месяцев, в течение последних месяцев, понимание в Беларуси сформировалось по поводу того, что их поддерживают. И что есть Балтийский путь свободы, организованный 23 августа в Литве, когда 50 тысяч людей собрались вместе, стали рука об руку для того, чтобы поддержать демократизацию и свободу в Беларуси. И это хорошо очень было воспринято беларусами. Я думаю, что этот потенциал также может быть усилен большим количеством общей истории и близким соседствам. Потому что, если вы подумаете о том, насколько мы близки, граница с Беларусью — это 50 километров от Вильнюса. И беларусы очень часто сюда приезжают. Думаю, что, наверное, треть беларусов регулярно ездит в Вильнюс. Это очень хороший потенциал для будущего сотрудничества. Но даже в условиях этого оптимистического сценария есть две темы, с которыми нам придется иметь дело. Первая — это Россия. Потому что, я думаю, как я вижу, что мы сейчас видим в Беларуси, это желание демократизации, негеополитического сдвига. Так что Россия так или иначе останется. И это не обязательно на 100% совместимо с литовским подходом к России. Ну и, конечно же, сейчас есть еще фактор, который бросает большую тень на международные отношения — это, собственно, роль России. И у нас возникают с этим вопросы о том, насколько демократичным будет новое правительство. Большое спасибо, госпожа Шишельбита. Я надеюсь, что госпожа Арбатова поможет нам объяснить роль России в этом. Но перед тем, как мы перейдем к Москве, господин Шадурский, если бы вы могли объяснить нам, каким образом ситуация с соседством обсуждается в Минске, в экспертных кругах. Господин Шадурский, передаю слово вам. Спасибо, уважаемые коллеги, за приглашение, за возможность высказать свою точку зрения. Конечно, экспертное сообщество, оно многогранно, возможно, дифференцировано. Поэтому я могу сказать за себя и даже не могу говорить за свой факультет, хотя это мощный центр аналитический. У нас обучаются 2000 студентов. Это будущее нашей страны, люди, которые знают мир, хотят сотрудничать с миром. Коллеги, несколько буквально таких самых общих замечаний. Понятно, что мы все анализируем ситуацию, мне приходится жить в этой ситуации. Есть небольшая в этом разница. Сразу скажу, что выстраивание конструктивных добрососедских отношений со всеми соседями – это главный национальный приоритет Беларуси. Естественно, в этом Беларусь не уникальна. Это характерно для многих стран, если не для большинства малых, средних государств и так далее. На реализацию этого проекта была направлена многовекторная политика Беларуси, которую, знаете, поддерживала, естественно, было предложено властью формулировать, но ее поддерживало общество и значительная часть, если не большая часть экспертных круга. И символическим таким образом выражением вот этой внешней политики было выражение «Беларусь должна лететь на двух крыльях». Конечно, кризис, достигший своего апогея в течение второй половины текущего года, вызванный противоречием между государственной системой и быстро развивающимся гражданским обществом, об этом много говорят, обострил отношения не только внутри страны, но и по ее внешнему периоду, периметру. Для определения причин сложившейся ситуации Минск использовал известный прием в политике. Это ответственность за обострение внутренних проблем, за активную поддержку протеста было возложено на внешние силы. На первом этапе на роль ответственного был определен восточный сосед. Специалисты следили в деталях за этой ситуацией. Но через некоторое время острие критики было перенаправлено в противоположное управление. Конечно, особо во все время достается Польше и Литве, странам Балтии, если можно говорить. В ряде СМИ много пишется, что на стороне белорусского государства находится Россия. Некоторые деятели даже успели заговорить о том, что проводимая в Белоруссии многовекная политика является большой ошибкой. В свою очередь представители гражданского общества пытались донести, пытаются до белорусов и международного сообщества идею о том, что протесты в Белоруссии не ставят вопрос о геополитическом выборе страны. Да, мы хотим, может быть, немножко уникальны, в том, что белорусский кейс никак не похож, в целом не похож на украинский, на киргизский и так далее. Что нет внешнего геополитического выбора в внутренних противоречиях. В основе большинства экспертов, экспертного сообщества, они приводят к выводу о том, что в основе кризиса, конфликта, это в основном внутренние причины. Конечно, есть, естественно, внешние, но основа, конечно, это внутренние причины. Представите, гражданское общество и в том числе оппозиционных структур, я бы хотел тоже здесь различать вот эти два понятия, которые мы различаем, призвали другие страны оказать давление на власть с целью остановить насилие и начать переговоры с обществом. Следующее подчеркну, что до настоящего момента у значительной части белорусского общества, в том числе и такого активного общества, присутствует надежда на то, что лучше всего роль модератора может получиться у России, союзника и, главное, политического и экономического партнера Беларуси. Поэтому белорусские политики, эксперты, я вам передаю здесь свои наблюдения, слушаются буквально каждое слово, идущее из Кремля, пытаются разгадать смысл планов российской власти и содержание переговоров с белорусской стороной. Это мы с российскими коллегами тоже эту ситуацию обсуждаем. Не будем спорить, что национальные интересы суверенной Беларуси не тождественны интересам соседних народов и государств. Если мы у нас свое государство, понятно, что наши интересы не тождественны. Есть некоторые противоречия, различия со всеми соседними странами, но, на мой взгляд, они не должны и не являться причиной серьезных конфликтов. А противоречия устранимы с помощью взаимоважительной конструктивной диалога. Например, эти диалоги, форматы Беларусь вела активно до недавнего времени из Польши, из Германии. Господин Зиберт в курсе тоже участник этого одного из форматов очень активно. Поэтому, конечно, мы понимаем, что без конструктивных, прагматичных отношений со всеми соседями суверенитет нашей страны может оказаться под угрозой. С другой стороны, регион, как и все страны, объективно, подчеркиваю, объективно заинтересованы в существовании стабильной и суверенной Беларуси. На предыдущих минских форумах, в которых я принимал участие, практически, наверное, во всех с его создания, за редким исключением, эта тема широко обсуждалась. И с подтверждением тому, что действительно и регион заинтересован стабильной и суверенной стране Беларуси, стал выбор Минска в качестве переговорной площадки по юго-востоку Украины. Я надеюсь, что это еще не история. Желание воспользоваться кризисом, чтобы взять под контроль белорусско-государств, с какой бы стороны они не исходили, или оно не исходило, это привет из прошлого. В 21 веке такой подход неминуемо приведет жаждущих поражений. При нынешних обстоятельствах, на мой взгляд, страны-соседи должны могут помочь Беларуси выйти из кризиса, способствовать быстрейшему началу переговоров конфликтующих судьбе. Хотелось бы подчеркнуть, что хозяином своей страны своей судьбы был и остается белорусский народ. Это отправная точка любых дискуссий и любых переговоров. Спасибо и надеюсь, что в следующий раз наш форум будет проходить уже в другой обстановке, и все форматы, которые мы начинали, успешно мы будем продолжать. Иного пути у нас просто нет. Спасибо. Большое спасибо, господин Шадурский, за вашу точку зрения. И я передаю слово Берлину господину Зиберту. Добрый день из Берлина. Большое спасибо сначала немецко-белорусскому обществу, что я могу выступить здесь на этом особенном Минском форуме. И я очень рад, что наши польские друзья тоже так активно участвуют в этом мероприятии. Это очень хороший знак. Насчет этой темы мне хотелось бы немножко оглянуться назад. Господин Шадурский, я очень рад, что мы в виртуальном формате увиделись снова с вами. Вы упомянули, что мы действительно работаем в общей стратегической группе до лета вместе консультационной. Это было время, мы уже почти его даже забыли до выборов, в течение которого мы пытались пошагово сглежаться. То есть Германия и Беларусь или Беларусь и ЕС. То есть мы стремились этого добиться. Тогда мы открыли работу общей исторической комиссии и начали диалог по правам человека между Европейского Союза и Беларусью. Беларусь стала более активно участвовать в восточном партнерстве. Мы оглянулись на историю, и федеральный президент даже посетил Беларусь в этой связи. Что из этого вышло? К сожалению, надо сказать, что существенно много чего не вышло из этого. То есть не то, на что мы надеялись, чтобы была свобода собраний, слова, то есть их больше не стало, чтобы не отменили, например, смертельную казнь, здесь прогресс не был достигнут. Но именно с сегодняшней точки зрения важно подчеркнуть, что мы создали все-таки основу для сотрудничества, которое мы можем вести и сейчас, даже в этих особых условиях. Например, с 2014 года мы осуществили свыше 300 проектов в рамках восточного партнерства, то есть в сотрудничестве гражданского общества. Мы их провели в Беларуси и там была не только экология, инклюзия и журналистика, но мы осознали многие основы для личных контактов между людьми. Потом пришло 9 августа, изменились парадигмы, и в любом случае меня и многих других действительно потрясло, с какой силой и динамикой развивались эти события, о которых мы говорим сейчас. то есть вот эта сфальсификация выборов, нарушение прав человека массовое не создали совершенно новую ситуацию. И мы констатируем, что в результате такой динамики Лукашенко потерял всякую демократическую легитимность. Что это означает для нашей политики, потому что наша тема соседей, перспективы сотрудничества, сначала то, что уже подчеркивалось с нашей стороны, это не геополитический конфликт. Мы не видим флагов ЕС на демонстрациях в Минске, население, то есть народу идет важно при этом, чтобы были свободные, честные выборы, чтобы прекратилось насилие, чтобы они могли участвовать в жизни общества, то есть это внутрибелорусский конфликт, который внутри Беларуси должен быть разрешен. То есть это не проевропейское движение, не антироссийское. И Минск в 2020 году это не Киев в 2013. Поэтому мы с самого начала, когда правительство наше сказало, что нам не следует здесь вмешиваться, и мы этого придерживаемся. И Россия тоже призывает к невмешательству. К сожалению, нужно признать, вот с нашей точки зрения, по крайней мере, что это только на словах. Я помню, как российские государственные журналисты заменили постующих журналистов, то есть они их заменили, приехали политехнологи в Минск и помогали Лукашенко. Что можно сделать здесь в такой ситуации? Мы сейчас начали перепроверку всех наших проектов и отношений с государственными органами. Некоторые проекты уже были заморожены. Европейский Союз тоже перепроверяет все проекты Восточного партнерства. К примеру, вопрос о кредитах через Европейские финансовые институты Европейские банки реконструкции и развития. Мы смотрим на каждый отдельный случай, пересматриваем это все, потому что цель сотрудничества должна заключаться в том, чтобы это сотрудничество помогало людям, а не государственным органам. кроме того, мы вместе с Германией и Польшей в ЕС продвинули уже два раунда санкций против ответственных лиц, и мы решили, приняли эти санкции против тех людей, которые участвовали в фальсификации выборов и которые отвечают за нарушение прав человека. К сожалению, мы не видим желаемого успеха, то есть это не привело к остановке этих практик, поэтому будет еще третий пакет санкций, который готовится. То есть мы по-новому калибрируем вот эти все взаимоотношения с фокусом тех людей, которые борются за свободу, студенты, правозащитники, журналисты, бастующие рабочие, обычные граждане, которые выступают за прекращение насилия, выходят ради этого на улицу, и они действительно действуют очень мужественно перед лицом тех репрессий, которые имеют место. Что мы сделали конкретно? Я приведу пару примеров. мы предлагаем тренинги по СМИ, по социальным СМИ для тех журналистов, которые оказались без работы. Мы для студентов в два раза увеличили квоту, потом для научных работников также мы увеличили в два раза количество стипендий, мы упрощаем визовый режим для тех, кто видит необходимость хотя бы временно покинуть страну и хотят приехать в Германию. Что касается правительства и государственных органов, мы говорили четко, что речь идет о серьезном национальном диалоге об освобождении больше ста политических заключенных, о незамедлительном прекращении насилия и репрессий против собственного населения. То есть мы поддерживаем те предложения посредничества, которые у нас есть для того, чтобы способствовать настоящему национальному диалогу, он не может проводиться в здании КГБ. И мы также готовы в дополнение, что господин Шидач сказал поначалу, что мы намного более интенсивно будем работать со страной, если эти названные условия будут выполнены. То есть мы поддерживаем инициативу наших польских друзей по экономическим программам, программу поддержки экономики демократической Беларуси. К сожалению, пока что ситуация такая еще не наступила. Сегодня, как вывод, мы видим, что еще не поздно для правительства вступить в переговоры со своим народом. Два часа назад я прочитал, что Путин в Москве сказал, что политический диалог должен вестись со всеми политическими силами, которые имеются в стране. Мне кажется, что вернуться к ситуации до 9 августа уже невозможно. Общество в Беларуси принципиально изменилось, и на этом мы должны ориентироваться в своем сотрудничестве. Большое спасибо, господин Зиберт, прежде всего за слова про господина Путина. Думаю, что это хороший сигнал о необходимости работы в Москве. Я сейчас слово передаю Надежде Арбатовой слово. Прошу вас рассказать о том, с какими настроениями сейчас Москва следит за Минском и за развитием событий в Беларуси. Надежда, вам слово. Благодарю вас. Большое спасибо, господин председатель. Спасибо, Анна Корнелиус. Мы поделимся с вами с точки зрения России, скажем, с точки зрения одного из граждан России. Итак, Беларусь находится между РФ и ЕС, но политически она очень тесно связана с Россией. Беларусь это член союзного государства, независимо от того, насколько данное образование является искусственным или нет. Это член Евразийского экономического союза, это член ДКБ и связи, конечно же, очень тесные. И Россия долгое время полагалась на Беларусь как на дружественного партнера, который не нацелен на вступление в НАТО. Что касается ЕС, Беларусь это близкий сосед, это участник программы «Восточное партнерство» и данный факт, конечно же, вызвал отрицательную реакцию в России и вызвал очень противоречивые чувства у белорусской оппозиции. Лукашенко никогда не пользовался особой любовью у Кремля и, конечно, пытается усидеть на двух стульях и спровоцировать Кремль по многим вопросам. Он не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, он не признал Крым в качестве неотъемлемой части Российской Федерации и его рассматривают как отщепенца в этом процессе. И, по сути, Кремль не слишком заботит выживание лично Лукашенко, если Кремль уверен в том, что его заменят человек, который будет менее токсичным по отношению к белорусам. и более предсказуемым в отношении к Москве. Протестное движение, которое стало сюрпризом для всех и повернуло всех в изумление, заставило Россию задуматься о том, каким образом можно урегулировать данный кризис. и с одной стороны, Лукашенко это союзник Российской Федерации про небезопасности, и Россия не может просто быть молчаверем наблюдателем текущей ситуации. И я сказал бы так, Россия довольно сильно боится возможности оранжевой революции в этой стране. И реальной угрозой для России было бы демократический лидер в Беларуси, который настроен против Москвы и ориентирован на направление Запада. И вместе с тем на кону сейчас в Беларуси очень многое. Если Россия вмешается военным путем, то проблем у нее будет больше, чем достижений. Прежде всего, Россия потеряет белорусов. которые никогда не испытывали про антироссийских настроений. Во-вторых, если союзное государство превратится в федерацию, то у России в составе появится новая территориальная лидия, которая потенциально связана с рядом проблем с возможностью, скажем так, восстания или бунта. И последняя, но крайне важная вещь заключается в том, что таким шагом Россия начнет цепь неблагоприятных событий для всех, для Российской Федерации, для Беларуси, для ЕС, поскольку есть риски того, что ситуация в конечном итоге может вылиться в насилие. и соответственно, с одной стороны у нас Россия, с другой страны Запада. Самый серьезный аспект, который беспокоит Россию, это интернационализация этого внутреннего конфликта. Президент Путин, насколько вам известно, открыто пообещал оказывать поддержку Лукашенко, они встретились лично в Сочи. господин Шойгу приезжал с визитом в Минск для того, чтобы встретиться со своими коллегами. Кроме того, состоялись совместные учения в Весте. И на данный момент, я думаю, Кремль предпочитает занять выжидательную позицию. И лишь насилие может заставить Россию вмешаться. Что касается ЕС, есть определенные ограничения с точки зрения того, что возможно сделать для того, чтобы повлиять на ситуацию за исключением санкций. И есть общее понимание в странах Европейского Союза, есть общее понимание первопричин этого кризиса, есть общее отношение к господину Лукашенко как нелегитимному президенту, однако что касается конкретной реакции со стороны различных государств членов, мы видим серьезные различия. Соседние государства Латвия, Литва, Польша поддерживают более решительную реакцию со стороны Брюсселя, в то время как сам Брюссель, да и не только Брюссель, но французско-немецкий тандем увязли серьезные проблемы с точки зрения того, каким образом задать баланс между реальной политикой, а также вопросом непрозавоситного характера. Это серьезная дилемма, которую необходимо решать. Европейский Союз, в отличие от ситуации в Украине, в данном случае полностью признает особые связи, которые существуют между Россией и Белоруссией. Или неоднократно была продемонстрирована готовность не вмешиваться в эти отношения. Что касается господина Лукашенко, прошу прощения, предпочтительным сценарием для Европейского Союза, а также для ведущих старшленов ЕС, как не парадоксально, так и для Москвы был бы мирный уход Лукашенко и его мирное сложение полномочий, выпуск на свободу всех политзаключенных, проведение новых президентских выборов. И я думаю, что в этом отношении Москва и Европейский Союз разделяют более или менее одну и ту же сторону. Но проблема сейчас стоит другая. Проблема связана с самим господином Лукашенко. мы знаем, что он уже заявил о готовности к проведению конституционной реформы как необходимое условие его ухода в отставку. Однако непонятно, является ли эта конституционная реформа всего лишь попыткой затянуть процесс и выиграть время. Возможно, он готовит какой-то крайне неприятный сюрприз. И возможно, он не хочет разряжать обстановку. Поэтому больше всего меня беспокоит сам господин Лукашенко. И хрупкий баланс, который сейчас сохраняется, может быть нарушен лишь одним неверным шагом, какими-либо насильственными действиями. Достаточно одного такого действия, и ситуация может взорваться. Я уже почти закончила, но в заключение хотелось бы сказать пару слов об оппозиции. Я не могу не восхищаться Светланой Тихановской. Она стала символом этого протеста движения. И, тем не менее, я считаю, что оппозиции нужен лидер на месте в стране. В противном случае будет крайне сложно мирным образом урегулировать данную ситуацию. И последнее мое замечание. Я думаю, что есть один руководящий принцип для ЕС, так и для Российской Федерации, которые являются соседями Белоруссия. Бринцов звучит следующим образом. Не причиняйте вреда. Старайтесь избегать любой эскалации этого внутреннего конфликта. Но, говоря это, я понимаю, что это крайне сложно. Большое спасибо. Большое спасибо, Надежда, за ваше выступление. На своем экране я вижу несколько интересных вопросов. Но, прежде чем мы приступим к дискуссии, последнее, хоть и не по значимости, Анна Мария Деннер с Варшавой Польский институт международных отношений. Итак, Анна, слово вам. Спасибо большое. Я перейду на русский, просто чтобы чуть-чуть добавить русского языка до нашей дискуссии сегодня. Так, спасибо большое всем выступающим за очень интересные выступления. Спасибо большое тоже за слова министра передача, потому что они мне очень сильно облегчили ситуацию про то, как Польша видит ситуацию в Беларуси и про то, что мы можем делать дальше. Но все-таки могу что-нибудь добавить. прежде всего я хочу вообще подчеркнуть, что всегда Польша была, белорусская власть могла ответить на аспирации собственного народа, на аспирации для этого, чтобы просто строить свое собственное государство по другим путем, чем это было заранее. и тоже смотря на нашу польскую историю и историю 80-х и историю 90-х трансформации. Я могу сказать, что просто насилие никогда не ведет к ничему хорошему. Из-за этого Польша всегда была бы заинтересована тем, чтобы просто в Беларуси развивались либо переговоры, либо диалог. Очень интересная дискуссия была на предыдущей в Панели, про различия между этими двумя словами. Но все-таки, чтобы фактически был диалог между властью, между оппозицией и между гражданским обществом. Потому что без этого этот кризис будет только продолжаться и он не будет работать на благо ни Беларуси, ни соседних стран. Что дальше? Я тоже согласна с этим, что то, что происходит в Беларуси, это внутренний кризис. Он до сих пор не был кризисом геополитическим. Там не было вообще речи об изменении вектора внешней политики Беларуси. Но все-таки этот кризис очень сильно тоже влияет на ситуацию безопасности в регионе. Мы тоже должны на это обратить внимание на двух уровнях. Прежде всего это, конечно, то, что раньше все хотели, тоже белорусские власти хотели, чтобы их считать, Беларусь считать до норм безопасности в регионе. Но теперь этого доверия, прежде всего со стороны Украины, но тоже и других соседских стран, уже почти нет. И это первая проблема, которую я вижу. И вторая, конечно, это углубление военной интеграции между Беларусей и Россией, все военные учения, которые происходили чуть не не на полской границе. И так, что мы можем просто предложить, что дальше сделать? Конечно, много уже об этом было сказано ранее, что Польша всегда будет поддерживать гражданское общество, что Польша всегда будет поддерживать всех, которые должны были просто убегать в нашу страну из-за собственной безопасности. Но мы тоже видим, что просто везде в Беларуси есть патриоты и что стоит их поддерживать. Все-таки есть две организации, на которые мы можем обратить внимание. чуть-чуть министр об этом сказал ранее, это БСЕ, конечно. На двух уровнях. Это прежде всего общественный уровень, что мы можем просто предложить хорошие услуги для того, чтобы развивался внутренний диалог в Беларуси. А другое, конечно, это тоже есть диалог в военном плане, чтобы просто мы могли поддерживать эти контакты военные, которые были ранее, чтобы мы могли дали работать над контролем, например, над вооружением и над тем, чтобы просто избегать военных инцидентов, которые уже мы смотрели в последние месяцы. Конечно, есть тоже восточное партнерство, есть то, что мы можем сделать в рамках ЕС. Это с одной стороны, конечно, это санкция, с другой стороны, это возможности поддержки, которая была и будет в отношении к Беларуси. Это тоже то, что мы называем, так скажем, маршал план для Беларуси, но не только то. И, конечно, есть двусторонные отношения между Большей и Беларусью. Конечно, это прежде всего теперь осталось на самом низком, можно сказать, с одной стороны, но очень важном уровне, это, конечно, уровень локальных властей, но и то, что мы, наверное, будем поддерживать все перемены в Беларуси, которых будет нуждаться беларусский народ. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Итак, давайте перейдем к обсуждению с аудиторией. В первую очередь у нас есть интересный комментарий из Бундестага Комитета по международным отношениям и очень интересное обсуждение, включая, например, вопросы и предложения от стран соседей. У меня есть два вопроса, я думаю, что я могу задать их вам, господин Пшидач. Первый вопрос это, что случится, если Европейский Союз поймет, что Лукашенко блефует и никаких конституционных реформ не будет. и второй вопрос по поводу Европейского Союза. Это вопрос господину Зиберту. Насколько радикальной должна стать ситуация для Евросоюза, чтобы они приняли решение о том, что диалог просто невозможен, но и неприемлем для Лукашенко. Можем ли мы начать с этих двух вопросов? Господин Пшидач, передаю слово вам. Большое спасибо. Спасибо за этот вопрос. Как мы слышали, уже упоминалось визит господина Лукашенко к Путину, также визит господина Шойгу. Мы также забыли о том, что Лавров приезжал. Мы здесь в этом контексте слышали, что Лукашенко готов думать о конституционных изменениях, но наше понимание таково. Любые изменения в белорусской системе, в том числе конституционные, должны быть лишь вторым этапом. Первый этап — это диалог между властями и людьми. И, конечно же, выбором. Давайте дадим людям возможность наконец принять решение по поводу будущего собственной страны. И затем они смогут принять решение о будущем уже политической системе своей страны. Вот так мы видим этот вопрос. Так что любые другие изменения будут просто косметическими изменениями в конституции при условии обещания со стороны господина Лукашенко, что он отдаст власть, это направление неверное. Это не является ответом на этот политический кризис. Он блефует? Да, конечно, блефует. Александр Лукашенко в политике не первый день. Мы очень хорошо это знаем. И мы знаем, что он очень много раз блефовал. И не только по отношению к нам, как к Евросоюзу, но и, например, много блефовал при переговорах с Кремлем, и мы видим, что они тоже не верят господину Лукашенко. И именно поэтому они периодически проверяют, например, реализуется ли как-то сочинское соглашение и, конечно же, это недоверие, причем очень масштабное недоверие, оно присутствует, и, конечно же, давление со стороны Евросоюза продолжится, если не будут заметны положительные шаги со стороны Минска. Мы очень много слышали, конечно, от стран соседей, но даже западные страны убеждены, что должно быть только одно направление, то есть, должно быть давление на власти закончить репрессии и начать диалог. с одной стороны, с другой стороны, должно есть вопрос восприятия, так что, если окажется, что все блеф, то мы продолжим реализовывать этот подход, и будет гораздо сложнее уже вновь восстановить доверие между белорусскими властями и европейскими властями, так что нам создается надеяться, что в Минске хорошо понимают, что лишь путем привлечения к этому процессу людей они смогут избежать негативного сценария, потому что политический кризис усугубляется, и экономический кризис тоже усугубляется, и гораздо меньше уже шагов, которые остались в запасе у господина Лукашенко, который уже должен быть достаточно зрелым, чтобы осознавать, что единственный положительный выход из этой ситуации это начать диалог, подумать о новых выборах, и уже только потом менять политическую систему, если это еще будет актуально. Большое спасибо, господин Шидач, господин Зиберт, хотите что-то к этому добавить? Вы спрашивали о том, насколько ужасной должна стать ситуация для того, чтобы господин Лукашенко осознал необходимость диалога со своими людьми. насколько драматичной может ситуация. Я все еще могу сказать, что это его обнародие. Вопрос сложный. очень сложный вопрос. Но мы видим, что он под тройным давлением, если я могу так сказать. Конечно же, он испытывает большое давление со стороны собственного народа. оказывает давление. Большое количество людей выходит на улицы. Растет уровень давления со стороны Евросоюза, с Запада, стран-единомышленников. И, например, мы чувствуем, что дебаты по поводу включения экономических акторов в Беларуси в, например, следующий список санкций вызывает взрыв недовольства в Минске. И, опять же, давление со стороны России, уже его цитировали, Рейтер, и он призывает к диалогу со всеми политическими силами. И при этом нужно решить ситуацию без внешнего давления. Так вот, господин Лукашенко пока что к этому не готов. Может быть, можно сформулировать вопрос несколько иначе. Должен ли диалог обязательно проистекать к быть инициированным господином Лукашенко? Или же, может быть, более удачный вариант будет ему просто освободить дорогу. И, как многие оппозиционные данные говорят, многие другие люди могли бы возглавить диалог на национальном уровне, те, кто были бы, скажем, более приемлемы для населения. Ну, можем только догадываться, как могло бы быть. Итак, большое спасибо. Я вижу наше время на исходе. Ну, я надеюсь, что у нас есть еще 2-3 минуты. И я вижу два интересных вопроса. И, пожалуй, первый вопрос может задать Наде Арбатовой. Или, скажем, мы зададим этот вопрос Наде Арбатовой. вопрос о том, насколько вероятно российское военное вмешательство, если белорусское общество может сделать шаг в направлении демократии. И последний вопрос. Надеюсь, госпожа Шешель-Гиттен или господин Шадовский смогут ответить на данный вопрос, что касается АЭС в Беларуси. Надя, давайте начнем с вас. Благодарю вас. Думаю, что Россия решается пользуя военную силу только в случае насилия. Как я уже ранее упомянул, к сожалению, насилие может быть спровоцировано кем угодно, в том числе и господином Лукашенко. Что касается демократии в Беларуси, думаю, что демократия не может быть построена за один день. И в любом случае в лучшем сценарии, если Лукашенко уйдет в отставку, если политическая ситуация в Беларуси улучшится, даже при таком сценарии демократия все равно построишь за один день. И потребуется определенный переходный период, который является крайне важным. Я думаю, у нас будет переходный, скажем так, президент, более умеренный, менее тактичный по отношению к своему населению, неприемлемый для Москвы. Я полностью поддерживаю господина Шадурского в том, что Россия является ключевым вектором, на который необходимо ориентироваться в контексте этого внутреннего кризиса. Большое спасибо. Вы готовы ответить на вопрос по БелАЭС? Да, я думаю, могу на него ответить, поскольку это один из вопросов, который омрачает белорусско-литовские отношения уже в течение многих лет. и со своей стороны мы видим это как вопрос безопасности, поскольку мы не верим, что это АЭС является полностью безопасной и ряд инцидентов, включая случившие несколько недель назад, обуславливают нашу обеспокоенность в вопросе безопасности БелАЭС. Для Беларуси это также проблема безопасности, поскольку проблема безопасности на АЭС также ударили по белорусам, но есть также экономическая проблема энергетики, поскольку речь о повышении зависимости Беларуси от России. Беларусь уже зависима в плане поставок газа и других энергоресурсов. Это уже проблема, и независимо от того, кто принял власть из рук Лукашенко, я думаю, потребуется наладить новый диалог между ЕС и Беларусью по будущему этой АЭС. Между всего, в контексте стандартов безопасности, но и также Беларуси необходимо подумать о том, насколько важна эта АЭС для страны в будущем в контексте вопроса безопасности, а также увеличивающейся зависимости от Российской Федерации. Большое спасибо, господин Шадур. Пожалуйста, последнее замечание с вашей стороны. Самая большая проблема в нашем идеологии с Литвой в том, что построено, АЭС построено, и понятно, что есть обеспокоенность соседей, поэтому действительно нужен диалог о том, как эта станция будет эксплуатироваться, как будет производиться, как будет продаваться электроэнергия. На этом я завершу, хотя я знаю историю всего, она длительная наша, в целом наш ядерный диалог с Литвой был не такой простой, причины и так далее. Поэтому будем обсуждать, и одна теперь будем обсуждать эту проблему, заинтересованно с учетом интереса всех сторон. Спасибо. Спасибо. Анна-Мария, дина, last sentence from your side. Спасибо, Анна-Мария, пожалуйста, вам слово, можете сделать последнее замечание, последний комментарий. Итак, что можно еще сказать. Я надеюсь, что придет время, когда мы сможем наладить подлинный диалог с властями, которые будут признаны собственным народом. И это, пожалуй, все, что я хотел бы сказать в рамках нашей дискуссии. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Я благодарю всех докладчиков, всех участников этих интересных дискуссий. Я вижу на экране Кристиан Криппер, который благодарит всех. Я предлагаю поддерживать наши контакты и надеюсь, что в следующем году мы уже встретимся в Минске. Кристиан, вам слово. Корнелиус, большое спасибо. Хочу поблагодарить вас за ваше участие. Тем самым завершен первый день нашего Минского форума. Мы завтра увидимся с вами снова в 10 часов по Берлину и поговорим об экономических отношениях Беларусь, Европа. Всего хорошего. До свидания и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok